Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. Буквально несколько часов назад известного оппозиционного блогера, студента высшей школы экономики Егора Жукова избили двое неизвестных. Сейчас Егор Жуков дает показания в полиции. Значит, двое человек подошли к нему, стали его избивать жестко, разбили лицо, то есть разбили губу, подбили тут вот глаз, у него какие-то кровоподтеки около глаза. Затем они сели на два самоката, ну знаете, вот эти вот самокаты сейчас с моторчиками есть и благополучно уехали. Вы знаете, я, конечно, не знаю на 100%, да, но что-то мне подсказывает, что этих людей почему-то не найдут. Вот у меня такое предположение. Напишите в ваш комментарий, как вы считаете, найдут этих людей или нет. Ну вообще, для тех, кто не знает, не в курсе событий, Егор Жуков в июле прошлого года или позапрошлого, я уже не помню, как раз отметился тем, что участвовал как раз в событиях перед выборами Мосгордуму. Затем его судили за якобы экстремистские высказывания, дали ему три года условно. Ну это громкое видео, ну поставлю какое-нибудь видео, можете по ссылочке зайти, посмотреть вообще, ну кто такой Егор Жуков, чтобы было понимание. Вы знаете, друзья, вот после обнуления Путина, да, после изменения этой конституции, я считаю, что сотрудники правоохранительных органов, да, они имеют практически неограниченные полномочия. Сейчас оппозиционерам всем, всем я рекомендую заниматься спортом, какими-то единоборствами, бокс, борьба, карате, кикбоксинг, я не знаю, ММА, все что угодно. Занимайтесь спортом, тренируйтесь постоянно, возьмите себе за правило, постоянно оглядываться по сторонам. Вот я с собой ношу постоянно рюкзак, рюкзак. Для чего это делается? Ну, во-первых, в рюкзаке, в рюкзаке, ну понятно, какой-нибудь, допустим, металлический пруд уже нельзя носить, да, поэтому я за него не буду говорить. Вот у меня есть вот такая небольшая цепь, вот эта цепь используется для того, чтобы привязывать велосипед к какому-то ограждению, чтобы его не свистнули. Вот, друзья, я расстегиваю эту цепь, да, вот она обмотана как раз какой-то материей. Если на меня кто-то нападет, я возьму эту цепь, и этому нападающему мало не покажется. Поверь мне, дружище. Второе, что можно взять? Вот есть обычный баллончик, у меня называется шпага. То есть это что? Это средство самообороны и защиты от собак. Вот те собаки, на самом деле, потому что я их людьми-то не считаю, которые нападают на безоружных людей, ничего не подозревающих, да, они на самом деле собаки, вот для них вот это средство есть. Шпага называется. То есть тут струйное вещество, нажимаешь на кнопочку, вылетает струя, и все, нападающие обезврежены. То есть это гелевая штука, она еще и как бы попадает на лицо, нападающие начинают размазывать, все, тоже мало не покажется. Ну, по крайней мере, по крайней мере, уже человек, на которого вот эти собаки нападают, он может убежать, позвать на помощь кого-то, да. Желательно, конечно, лучше с кем-то ходить, не одному, ну, двоим, троим. То есть, ну, так же, оппозиционеров уже много, берите друзей с собой. Короче говоря, ребята, держите ухо востро. Я желаю Егору Жукову скорейшего выздоровления, и хочу обратиться к московским оппозиционерам. Ребята, охраняйте Егора Жукова. Вот именно благодаря вот таким событиям, да, мы понимаем, кто наш друг, а кто наш враг. То есть, сейчас уже говорят, что якобы это подстава, тоже кто-то говорит, что это сам себя. Поверьте, такими вещами никто не занимается. Сам себя так избивать никто не будет. Поверьте мне. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои мысли. Можете ставить дизлайки, если вы считаете, что я не прав. Но я хочу вас заверить, что хейтеров у меня, троллей хватает и без вас. До свидания, с вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Продолжение следует.